Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа Соболева, и сегодня мы с вами будем обозревать мой акварельный скетчбук, который я закончила буквально вчера. Мне кажется, я рисовала в нем около года. Я здесь практически не ставила дат, поэтому... А нет, слушайте, я в нем как раз рисовала год. Сейчас я вспомнила почему. В общем, я вела этот скетчбук целый год, не только его. Я параллельно веду разные скетчбуки, но именно акварелью я часто рисовала как раз вот здесь. И расскажу почему в процессе. Это для меня очень особенный скетчбук, потому что я сшила его сама. Как вы видите, у него нет какой-то специальной обложки. Этот скетчбук, который я пошила из бумаги Фабриана, это плотность 300 миллиграмм, стопроцентный хлопок. Я каким-то чудом урвала огромный такой блок, по-моему, на А3, может быть, даже немножко больше, склейку бумаги Фабриана. И порезала ее, и сшила из нее скетчбук. И вот такая красота получилась. Это, мне кажется, моя самая любимая бумага. Я больше не могу найти такой в магазинах. Это очень обидно. Так бы у меня уже давно появился такой пошитый второй скетчбук. Что важно еще сказать про сегодняшний обзор? Что я буду не только показывать работы, а еще рассказывать про истории, которые связаны с этими работами, про какие-то воспоминания, про техники, которые использовались. Также много работ, которые есть в этом скетчбуке, по ним есть уроки у меня на канале. Поэтому я буду оставлять здесь ссылочки, чтобы вы могли посмотреть на какой-то урок, в котором как раз я рисую этот скетч. А по поводу истории и воспоминаний, то для меня скетчи – это прежде всего такой приятный уголок памяти. Потому что когда ты рисуешь, то ты как будто бы больше фиксируешь тот момент, то мгновение, в котором ты находишься. Ты запоминаешь значительно лучше, что происходит сейчас, что происходит вокруг, что происходит в твоей жизни. О чем ты думаешь? Поэтому каждая страница скетчбука этого и любого другого для меня – это как такой фотоальбом и уголок памяти. Это было самое главное. Знакомимся для всех новеньких. Меня зовут Наташа Соболева. Я скетчер, художница, преподаватель. У меня есть своя школа-студия в Рамадгане, где я и другие преподаватели проводим разные курсы, мастер-классы по акварели, скетчингу и не только. А это мой канал про скетчинг, акварель, другие виды творчества, также мои блоги. Он о том, как учиться рисовать, как внедрить творчество в свою жизнь на регулярной основе. И, конечно же, найти время для всего этого – самое главное. Давайте начнем с того, что я покажу, как, в принципе, сшит этот скетчбук. У меня здесь было, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, десять листов, которые были вот такого размера. Каждый из них вложен один в другой. Вот, можно увидеть эту историю. Видите, здесь один и внутри него другой. Дальше они все сложены вот такой вот стопкой. Это, конечно, не видео по сшиванию скетчбука, но все-таки. И дальше вот эта стопка из четырех, все-таки даже меньше, из четырех листов, она была прошита, потом проклеена. И, по идее, еще к этому всему нужно сделать обложку, но я решила оставить его без обложки. И в этом есть, конечно, свои плюсы. Он явно отличается визуально от всех других скетчбуков, но в этом есть и минусы. Потому что страницы, передняя и задняя, очень пачкаются. То есть вот эти все пятнышки, которые мы видим на лицевой стороне, это как раз из-за того, что я рисовала, текла вода, текла краска. И это все, соответственно, смывалось и попадало на переднюю и заднюю стороны. Я хочу начать не с первого скетча, а начать с первого скетча, который я нарисовала в этом скетчбуке. Это был вот этот вот скетч, здесь написано клубу два года. У меня есть сообщество Клуб Скетчеров, и в этом году ему исполняется три года. Это сообщество для тех, кто обожает рисовать, обожает скетчинг и любит самые разные техники и направления, акварель, маркеры, графику. И это все мы как раз совмещаем в этом сообществе. Если вам вдруг интересно, я оставлю ссылку в описании. Это как раз формат, в котором можно у меня учиться. Но сейчас не про это. Это был скетч, который мы рисовали в эфире, и это был мой первый скетч в этом скетчбуке. Сейчас праздничный месяц, когда клубу исполнилось три года, и поэтому я могу сказать, что я как раз вела этот скетчбук ровно один год. Вот. Благодаря этому скетчу как раз и могу эту историю рассказать. Но давайте начнем с первого скетча, который находится на обложке. Этот скетч осенних листьев, он рисовался, мне кажется, в сентябре-октябре. Его я рисовала для занятия в акварельной группе. У меня, получается, было большое количество выпускников моего акварельного оффлайн-курса, которые хотели продолжить заниматься. И я начала готовить для них программу и создала акварельную группу. И вот как раз в рамках этой акварельной группы мы рисовали эти листочки. Здесь разные техники, разными техниками нарисованы листья. Это на самом деле не очень заметно, но все-таки. Много техник вливания, например, вот здесь и вот здесь, когда мы смачиваем лист и добавляем разные краски. Есть здесь техника лисировки, техника размывки. В общем, довольно интересная история и очень осенний скетч. И, кстати, я записывала свою подготовку и потом сделала из нее урок. И вот тоже оставляю здесь на него ссылочку. Можете сходить, посмотреть. После того, как закончите просмотр этого видео. Он, правда, прям очень классный. Я безумно люблю этот скетч и тот урок тоже. Следующий скетч это букет сирени. Это тоже моя подготовка к уроку. У меня здесь была задача передать с одной стороны такое ощущение от сирени, чтобы было видно, что это сирень, не какой-то другой цветок. Но в то же время, чтобы сохранилась легкость и скетчевость, чтобы эту работу было реально сделать довольно быстро и не нужно было упарываться в детали и прорисовывать прям каждый-каждый цветочек в отдельности. И мне кажется, у меня эта история получилась. Мне безумно нравится еще, что вот здесь есть какие-то элементы, там, где вообще нет ни намека на цветочек, где просто краска расплывается и благодаря вот такой вот мягкой деталировке мы все-таки понимаем, что это сирень. Вот здесь у меня были эксперименты с темным фоном. Мне кажется, лучше было бы без него, но я люблю экспериментировать, смотреть, какой результат получится, для того, чтобы потом можно было сказать, окей, это была хорошая идея или плохая идея, потому что не попробуешь, не узнаешь. Я все-таки за то, что скетчбук это не какое-то идеальное место, а это действительно место, где мы экспериментируем и пробуем что-то новое. У меня есть еще один скетч с сиренью, я вам его покажу в конце, он немножко в другой технике сделан, более такой детальный. Этот мы уже с вами смотрели, теперь давайте посмотрим этот. Этот на самом деле совсем недавний, один из последних скетчей в этом скетчбуке, который я рисовала. Я рисую рандомно в скетчбуке, я могу сначала, вот видите, я начала на второй странице, потом поехала дальше, потом вернулась. В общем, у меня нет такого, что у меня все упорядочено, и в конце я уже начинаю дорисовывать страницы там, где осталось место. Также еще обратите внимание, что я рисую на одной и той же странице с двух сторон. Это возможно благодаря тому, что эта бумага 100% хлопок и плотностью 300 грамм. Здесь фрукты, тоже я готовилась к занятию, какие-то пробовала разные техники. Мне не очень понравился результат в плане того, что как-то все слишком размашисто получилось, даже не размашисто, слишком разномастно в плане цвета. Я в итоге решила это все соединить, сбалансировать с помощью брошпена, с помощью черного лайна, который обходит вокруг экспрессивной линии. И мне кажется, в итоге получилось неплохо, но и брызги всегда все улучшают, любую работу. Смотрим дальше. Я просто обожаю эту работу, это вид на Венецию. Здесь на самом деле самый большой такой экспириенс и то, что я люблю больше всего, это рисовать город, но так, чтобы не прорисовывать какие-то отдельные мелкие детальки, а показывать общую атмосферу от города, показывать город силуэтом, единым пятном. Также мне безумно нравится история с светом фонарей, поэтому как раз здесь я экспериментировала с тем, как рисовать свет фонарей, как рисовать закатный город, как сами наши, сам силуэт города соединить с нижней частью, и при этом, чтобы это все все-таки оставалось в таком формате скетчевом, в таком формате недосказанности. И я прям обожаю эту работу, просто влюблена в нее. И мне даже немножко жаль, что она в скетчбуке, а не в какой-то, ну, а не просто на листке, чтобы можно было вставить ее, например, в рамку. И эту работу мы тоже делали в акварельной группе, там куча-куча студентов ее нарисовали. Ну, идемте дальше. Этот разворот, как вы видите, прям сильно отличается от всех остальных. Он такой более скетчевый, и он действительно в формате разворота, когда у нас много элементов есть на одном развороте, простите за тавтологию. Здесь у нас, во-первых, это такой парижский разворот, у нас есть элемент с городом. Обратите внимание, тоже как изображена башня Эйфелева, только такой намек на нее, но при этом мы сразу понимаем, что это Париж, из-за общего такого вайба зданий. Дальше есть парижский завтрак с небольшим количеством акварели. Девушка, я знаю, что парижанки не носят береты, но кто мне откажет от этого в скетче. И на фоне для того, чтобы девушку соединить со всей историей, еще есть карта города, которая как бы соединяется со всеми остальными элементами и направлении. На самом деле это не просто скетч, это в некотором смысле пророческий скетч для меня, потому что я сначала его нарисовала, а мне кажется, потом уже была в Париже, или наоборот, не знаю. В общем, надо посмотреть по своему календарю, прям проверить. Но у меня есть хорошая новость, что если вы хотите порисовать, нарисовать со мной этот разворот, то я проводила марафон. И уроки с марафона, это три урока, на которых мы рисуем этот разворот, возможно, даже четыре, можно посмотреть у меня на YouTube-канале. Прям они восхитительно прекрасные. Я как раз вот здесь вставать в 7 утра и рисовать. Мне кажется, мы рисовали это как раз вставали в 7 утра, и были эфиры, и приходило много людей на эти эфиры, и мы рисовали совместно этот разворот у меня в влоге. Поэтому, в общем, если вам нравится эта техника, сходите, посмотрите. Я прям люблю этот разворот. Я скоро снова еду в Париж, и уже в предвкушении, как я буду там рисовать. Здесь у меня следующий разворот, вдохновленный парфюмерией. Я какое-то время работала с одной девушкой, у которой свой парфюмерный бренд, нишевой парфюмерии, и поэтому была близко к разным-разным духам. У меня здесь не нишевая парфюмерия, а разная парфюмерия, которая просто есть у меня дома. Что-то мне подарили, что-то я купила сама, что-то я люблю, что-то не очень. Но, в общем, мне хотелось попрактиковаться, сделать быстрые скетчи именно духов, так, чтобы это было где-то в технике по мокрому, чтобы было много разных разливов краски. И, мне кажется, у меня получилось. Где-то в формате шортс можно увидеть несколько коротких видео о том, как я рисую каждый флакон. Я здесь рисовала скетчи параллельно. Я начинала, например, с этого флакона, его оставляла подсыхать, переходила к следующему, и так каждый, и потом возвращалась. То есть у меня была такая круговая система. Это, на самом деле, очень удобно. Не нужно сушить, не нужно просто томиться в ожидании, а можно сразу рисовать 4 небольших скетча на развороте. Мой любимый, это, наверное, вот этот, потому что здесь есть контраст между упадающей тенью и нижней прозрачной частью флакона. Это просто прям мое любимое сочетание глубокого контраста и какого-то светлого места. Ну и также очень классно сюда соединен такой светло-желто-салатовый цвет. И мои любимые брызги, конечно же. Следующая работа, это тоже разворот, который состоит из трех элементов. Грибы, домик в таком шаре, как будто бы, и немного ягод на ветке. Этот разворот мы рисовали в моем клубе скетчеров в прямом эфире. Мы где-то, мне кажется, за часик управились. И на самом деле моя любимая история здесь это эти грибы, потому что они нарисованы через негативное пространство. То есть здесь много времени мы уделили как раз не тому, чтобы прорисовать грибы, а тому, чтобы прорисовать фон за грибами, чтобы грибы как будто бы выделились и вышли на первый план. И я прям вот без ложной скромности обожаю эту работу. Эту часть, она просто прелестна. Но это как раз вот у нас скоро осень, немножко вдохновение на осенние мотивы. И снова осень. Не зря я начала обозревать этот скетчбук сейчас и закончила его. Год прошел, круг замкнулся, и мы снова здесь. Мне кажется, но я не уверена, не уверена, что есть это видео на моем YouTube-канале. Если есть, я приложу, но мне кажется все-таки, что нет. В общем, тоже история с различными осенними элементами, нарисованными в формате скетчей. Мне больше всего нравятся вот эти каштаны. Я в них влюблена. Хочется даже сделать отдельные скетчи с каштанами отдельно. Это уже будут планы, видимо, на мои на эту осень. И также вот эта рябина и грибочки. Остальное все, честно говоря, немножко меньше меня зацепило. Мне нравится. Но люблю этот разворот за такой хаос и за гармонию композиций по цвету. Что здесь все гармонично. Есть желтые, оранжевые оттенки, коричневые. И немножечко зеленых, немножко фиолетовых и немножко красных, которые выступают в роли акцента. В общем, прям люблю его. Ну и, конечно же, черный лайнер здесь, который дополнительно все объединяет. И позволяет делать работу быстро. Потому что мы не дописываем, не допиливаем детали акварелью, а делаем это контуром. Вот это моя любовь. Я знаю, что это и ваша любовь, потому что у меня на YouTube-канале есть видео с этими птичками. Я обожаю вот эту пару. Забыла, как называются эти птицы. В общем, у меня там целый спор в комментариях. Это синица или воробей. Каждая из этих птиц нарисована буквально за 5 минут. Тоже видите, что они довольно легкие. Они не в реализме. Они без большого количества деталей, но при этом есть в них своя магия. В общем, если хотите, сходите, посмотрите это видео. Оно прям кайф. И мы движемся дальше. Мне кажется, это уже такая весна-лето. А может быть и нет. Может быть все-таки конец осени. Я просто размышляю, смотрю и размышляю, какие фрукты у нас есть. Инжир появился относительно недавно. Сейчас август. Может быть он протянет до ноября, потому что хурмы пока еще нет. В общем, скорее всего, это все-таки еще осенняя тема, не весенняя. Фруктовый натюрморт. Мне нравится. Я здесь работала с несколькими техниками. Сначала делала все по-мокрому, потом немножко добавила лисировок. И самая большая моя любовь, честно говоря, это падающая тень, которая создана с помощью индиго. Ее я безумно люблю. И вот прям темная тень под каждым фруктом отдельно тоже мне нравится. Это причем реальная композиция. Я ее поставила на столе и нарисовала. Ну, единственное, что меня здесь на самом деле не очень устраивает, это вот этот вот фон, как будто бы это там какая-то стена или край стола. Мне, честно говоря, он не очень нравится, но эксперимент был. Мне кажется, получилось неплохо, но, возможно, без этого было бы немножко лучше. Смотрим дальше. Здесь уже начинается такой этап в моем скетчбуке. Зимой в клубе скетчера в прошлом году, в ноябре, мы взяли такую задачу, тему месяца, нарисовать календарь на следующий год. Я вам, кстати, сейчас его покажу. И несколько скетчей мы рисовали по сезонам, а остальные скетчи, ну, чтобы не брать такую супертяжелую ношу на себя нарисовать сразу 12 классных работ, которые можно использовать для календаря. Какие-то скетчи мы взяли из работ, которые у нас уже были. И какие-то работы нарисовали. И вот часть работ, которые пойдут сейчас, это как раз те, что мы рисовали в клубе. Я, кстати, не все взяла для своего календаря, но окей. Это, например, была тема, по-моему, весны. Такой небольшой пейзаж с домиком. Здесь есть и довольно размытый задний план, и более четкий передний план с домиком, с камнями, и, в общем, я довольна этой работой. И отдельно безумно нравится небо. Это, мне кажется, была история про лето. Я готовилась к эфиру с подсолнухами, но в итоге не взяла в работу этот скетч. Не было по нему ни урока, ни эфира, но все-таки он мне нравится. Здесь вот фиолетовые это тени. Не знаю, насколько это заметно. Я почему-то решила его не брать, хотя чем больше на него смотрю сейчас, тем больше я все-таки им довольна. Ну и смотрим дальше. Это тоже для календаря зима, тоже домик, но другой. Был эфир, тоже на эту тему. И самая моя большая любовь это елка, и то, что получилось здесь оставить белую бумагу, и это действительно выглядит как снег. Ну вот, просто кайф. Также белая бумага это верхняя часть дома, вот эти элементы. В общем, это все действительно выглядит как снег, и я это просто обожаю. И эту работу, мне кажется, я включила в календарь. Цветы. Хочется назвать это крокусы, но не факт. Это тоже работа для календаря. Мне очень нравится здесь сочетание желтого с фиолетовым и с зеленым. Оно прям супер, такое, вроде контрастное, но гармоничное, безумно красивое. И еще как раз нравится сочетание детальности и недосказанности. Какие-то травинки прорисованы очень круто, что-то у нас размыто, есть брызги, есть какие-то потеки. В общем, тоже очень-очень люблю эту работу. Так, покажу вам, наверное, календарь в конце. Вроде с работами с календаря закончили. Кстати, интересно, что у меня это получился такой довольно рабочий скетчбук. Очень много всего я в нем рисовала. то, что мы делали в клубе, то, что мы делали для занятий. Хочется больше, больше для души, но чаще, часто получается, что то, что для души, все равно потом превращается в занятие. В общем, такой круговорот. Эти работы рисовались тоже и на занятиях, и на подготовку к занятиям. Это весенние цветы. Я безумно люблю этот концепт, безумно люблю рисовать ветку с таким размытым фоном. Это одна из моих любимых тем. На мой взгляд, вот здесь немножко не хватило белой бумаги внутри цветочков. То есть, хотелось бы, чтобы ее было больше. А вот здесь я прям довольна и фоном, и контрастностью, которая у меня получилась, и детальностью проработки. То есть, прям вот огонь, оно больше как будто бы и не нужно, и не хочется. Обещала вам, что еще будет сирень. Вот она. Здесь тоже граница с того, что я говорила в начале, что хотелось бы, чтобы было видно, что это сирень, но не рисовать все цветочки. Здесь прорисованы детально за счет контраформы негативного пространства, которое находится вокруг, отдельные цветочки, и из-за этого видно, что это ветка сирени. И также мне безумно нравится вот этот вот желтый фон, который как будто бы истекает и подсвечивает, дополнительно зажигает нашу фиолетовую ветку. Хочется снова сказать любовь, но я уже говорила это слово миллион раз. Каждый скетч здесь особенный. Эта работа рисовалась в эфире, в инстаграме. Надо его, наверное, скачать и выложить в ютубе. Это бутылка. Мы рисовали ее за 10 минут. Действительно, обожаю концепт 10 минуток, потому что можно успеть нарисовать не супер проработанный скетч, но он будет очень атмосферным, таким ярким и вкусным. И это как раз эта история. О, обожаю. Это пионы. У нас в Израиле был как раз, мне кажется, весной, весной, в начале лета сезон пионов. И я увидела эти цветы. Вообще, в детстве я не очень любила пионы. Они у нас росли на огороде в Лисичанске это были какие-то цветы для меня как сорняк. Их было очень много, по ним ползали муравьи, они были темно-бордового цвета. Я, в общем, не ценила этот концепт. И только в Израиле я влюбилась в идею пионов, влюбилась в сами цветы, в их красоту, в их эстетику. В общем, наверное, немножко такая масс-культура тоже на мне отыгралась в этом плане. В общем, я захотела сделать мастер-классы, порисовать, поставить живые цветы на стол и порисовать. И вот как раз вдохновением к этому мастер-классу стала для меня вот эта работа. Здесь дополнение я использовала немножко цветных карандашей. И сейчас смотрю на нее и хочется как будто бы добавить фон. Но здесь я в качестве экспериментов решила все-таки фон не добавлять. И буквально последняя практически работа, она нарисована уже прям летом совсем недавно. Это арбуз в технике по-мокрому с брызгами, с косточками, хотя в Израиле арбузы без косточек. Вот здесь даже, мне кажется, единственный скетч, в котором стоит дата, что в отличие от всех остальных, где даты, я почему-то решила не ставить, хотя стоило бы. Обычно я всегда ставлю даты, а тут что-то, видимо, на меня нашло. Весь скетчбук без дат. В общем, я влюблена в вот эти вот переходы от зеленого темного к зеленому светлому, сочетание зеленого и красного, белые элементы. Это все выглядит, как по мне, невероятно красиво, невероятно вкусно. И последняя работа, которую я нарисовала вчера для занятия на арткемпе, это у меня такой формат в школе-студии, летние, каникулы для взрослых. Вот специально расскажу это здесь, чтобы потом запомнилось и не забылось. И это у нас малина. Знаю, что она немножко похожа на землянику, но тем не менее это малина. Я прям влюбилась в этот скетч, я тогда давно как будто бы не рисовала в этом скетчбуке, ну, недавно, вот седьмой, сейчас восьмой месяц, и я прям кайфанула все-таки от того, какая это бумага, какие эффекты она позволяет создавать, поэтому увидите фабриана 300 грамм и стопроцентный хлопок, берите не глядя, но чаще всего все-таки продается 20-процентный хлопок, она тоже ничего, но это лучше. Здесь безумно прекрасный фон с желтеньким, с фиолетовым, с сине-зеленым, более детализированная малинка, и в конце это все финалит белая ручка, если здесь присмотреться к деталям, то это видно. Невероятно кайфовая работа, покажу здесь, кстати, какую работу по мотивам нарисовали мои студенты как раз здесь по этому занятию, чтобы вы посмотрели сразу, какая еще может быть реализация этой работы, но мне кажется, получилось довольно здорово, вот такой вот скетчбук год жизни, надеюсь, вам понравился этот обзор моего скетчбука, я здесь прикреплю еще ссылку на другое видео с обзором моего второго любимого скетчбука, который я просто обожаю, мне кажется, он гениальный, поэтому идите смотреть, и если хотите еще обзоров, пишите в комментариях, пишите, какой скетч вам больше понравился, и приходите ко мне в инстаграм, там я делюсь работами, делюсь жизнью в оперативном режиме. Пока-пока, до встречи в следующем видео.